Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, дорогие друзья! В Байкальском государственном университете началась большая перемена. Так и в эфире Радиобум. Приветствую всех, кто нас сейчас слушает и смотрит. А также приветствую наших гостей, прекрасных и очаровательных девушек. Марию Судачакова, председателя Совета студенческих организаторов, и Софью Коруковец, президента Клуба интеллектуальных игр. Ну а ведем эфир для вас мы, Дарья Шеймухаметова и Мария Полежаева. И поговорим мы сегодня с девочками о гранте на страницах памяти. Точнее о том, о первом этапе этого проекта, о викторине и о квесте. Девочки, расскажите нам, что можно ожидать участникам от первого этапа проекта. Добрый день! Сегодня мы расскажем немножко, приоткроем занавески некоторые, скажем так, того, что будет у нас проходить на проекте. И, ну, конечно же, мы ждем того, что ребята повеселятся и смогут отдохнуть и развеяться на этом мероприятии. Но, конечно же, также мы ждем от ребят, что на викторине они покажут свои знания и свои патриотические какие-то навыки и знания истории для выполнения викторины. Вот вы уже сказали про викторину, тогда, кстати, следующий вопрос у нас был про нее. В каком формате будет проходить викторина? Какие там будут вопросы? Чему они будут посвящены? На кого вообще рассчитана эта викторина? Наша викторина будет проходить в упрощенном виде интеллектуальной игры Брейринг в формате экзамена. Мы хотим, чтобы ребята, которые будут участвовать в мероприятии, очутились на занятиях, которые были в университете в военное время. И надеемся, что ребята смогут с достоинством пройти наше испытание, скажем так. И команд у нас на испытании будет 10, по 6 человек каждая. И считаем, что, наверное, они должны справиться, потому что мы подбирали тщательно вопросы. Отлично! Можно ли узнать, первый ли раз вы принимаете участие в этом проекте? Да, участие в таком большом проекте мы принимаем первый раз. И очень рады, что стали частью этого мероприятия, потому что очень прекрасное мероприятие. И темы, которые затрагиваются, это часть чего-то важного нашей истории, нашей страны. Ну вот, насколько мы знаем, после этой викторины, после Брейн Ринга, участников ждет квест. Расскажите, почему именно такая форма? То есть, почему после викторины квест? И что это вообще за квест? Как он будет проходить? Добрый день! Квест называется «Эвака Госпиталь». Почему выбрали именно квест? На наш взгляд, это именно тот способ, который позволит всем участникам окунуться именно в то время, прочувствовать какие-то моменты, которые сейчас мы не забываем и должны оставаться у нас в памяти. И это очень для нас ценно. С какого года вообще студенческие организаторы проводят этот квест, когда он вообще зарядился? Вообще нет точной, конкретной даты, когда начали проводить «Эвака Госпиталь». Это еще с давних-давних времен, когда я поступала, этот «Эвака Госпиталь» прям очень был популярен. А именно вот в этом проекте мы впервые принимаем участие. Для нас это очень ценно, опять же, потому что достаточно большой проект. И «Эвака Госпиталь» включает в себя множество различных заданий, которые позволят, как я уже сказала, окунуться студентам, всем участникам в то время. Вот тут. Хорошо. Можете ли вы приоткрыть занавесу и рассказать о каком-нибудь задании для участников? Что вообще будет? Да. Самое, наверное, интересное задание, одно из самых интересных, это задание, когда нужно определить, какие предметы, военные предметы, относятся к нашему времени, а какие относятся к прошлому. Это если так вкратце. Вообще, огромное количество заданий, участникам нужно будет по маршрутному листу проходить все задания, там и с медициной связанной, и с какими-то определенными шифрами. В общем, очень много всего интересного, что позволит как раз-таки участникам во все это окунуться с головой, прочувствовать это все на себе. Вот, как я понимаю, и Викторина, и квест будут проходить в здании нашего университета. Будет ли проходить этот квест, как он традиционно проходил все предыдущие годы, на месте, собственно, где раньше располагался госпиталь? Да, он будет проводиться именно там, это второй корпус у нас. И мы все те года также проводили там и сотрудничали с музеем, нам помогали с реквизитом, и думаем, в этом году тоже без этого не обойдется. То есть будет все именно в этой тематике, все связано с историей, и да, это будет вот так проводиться. А как вообще проходил отбор участников? То есть они заполняли какие-то анкеты, или как это было? Ну, вообще, да, получается, насколько известно, были как бы анкеты, и участвуют студенты не только нашего университета. Также сюда к нам приглашены ребята с Устилимска и Читы. Как бы они тоже будут проходить здесь это мероприятие. А что вообще для вот участников, еще помимо, собственно, участия в этой Викторине и Квесте, что еще вот вы предполагаете? Например, какие-то, может быть, памятные сувениры, призы, либо какое-то награждение для победителей? Ну, мы пока оставим это на потом, чтобы немножко такой интриги внести в наше мероприятие. Не будем раскрывать все секреты сразу. Можно ли будет просто вот прийти посмотреть на то, как ребята проходят этот квест, например? Ну, думаю, да, как бы это будет полезно всем, не только участникам, но и просто тем, кто захочет также окунуться во все это, что-то новое для себя узнать, какие-то моменты, то есть, естественно, можно. Вот возникли ли у вас какие-то трудности при подготовке этого квеста, несмотря на то, что он проходит в нашем университете уже не первый год, были ли какие-то вот сложности? На самом деле пока никаких трудностей не было, так как это уже проводится ежегодно. Единственное, что сейчас это прям большой такой проект, но каких-то больших трудностей нет. Все слаженная работа и все идет так, как надо. Да, у нас тоже не было никаких трудностей. Единственное, было сложно выбрать самые лучшие вопросы для нашей викторины. И как вы их выбирали? Ну, мы с ребятами посовещались и выбрали наиболее лучшие вопросы, которые по рейтингу нашего голосования среди участников-организаторов стали наиболее лучшими. То есть вы все сами делали именно силами своего клуба интеллектуальных игр? Преподаватели не просили вам помочь? Нет. Самостоятельно? Старались все сами делать. Это очень здорово, это похвально. Расскажите вообще, вот такие еще в ближайшее время проекты, может быть, посвященные той же теме, что этот квест будут проходить в нашем университете? Может быть, вы уже что-то готовите? Ну, наше объединение на данный момент не готовит. Но могу ли я рассказать про мероприятия? Конечно, конечно. Да, наше объединение готовит мероприятие «Фотоквест». Опять же, ежегодное мероприятие, на котором первокурсники могут познакомиться с нашим университетом, как раз-таки где есть локации этого же второго корпуса, и мы можем рассказать им историю этого корпуса. Поэтому я всех приглашаю на наш «Фотоквест» 22-го числа. Обязательно регистрируйтесь. Вся информация у нас в группе ВКонтакте. Обязательно приходите в такой участок. Какой группе еще раз? Группа ВКонтакте «Совет Студоргов». Все, чтобы все первокурсники запомнили и пошли регистрироваться обязательно. А клуб интеллектуальных игр, готовят ли нам что-то? Ну, мероприятие такого плана, как проект на страницах памяти, мы, конечно же, не готовим. У нас немного меньше масштаб, но в ближайшее время у нас планируется тоже ежегодное мероприятие «Кубок первокурсников». И мы также приглашаем всех ребят, которым понравится мероприятие и понравится наш формат интеллектуальных игр на наш «Кубок первокурсников». Ну и также ждем просто студентов нашего университета, которые желают принять участие в наших мероприятиях. Также информацию можно узнать на нашей странице Кии БГУ ВКонтакте. Все, все первокурсники, не только первокурсники, давайте участвуйте. Ну, а к вам, девочки, еще такой будет вопрос. Вот вы готовили эту трену, готовили этот квест, готовили, собственно, первый этап. Как вообще вы оцените значимость этого проекта вот в нынешнее время для нынешних студентов? Я это оценю так, что нынешнее поколение не должно забывать историю. Мы с ранних лет, это в школе и опять в университете, в колледжах изучаем историю. И хочется, чтобы люди, как я уже сказала, не забывали это важное событие в нашей жизни. И хочется больше проводить таких мероприятий, как вот этот проект на страницах памяти. Поэтому это очень важно, чтобы люди помнили о тех, благодаря кому сейчас, возможно, мы тут сидим. Софья, есть ли у вас такое мнение? Да, я поддерживаю полностью Марию, что, правда, мы сейчас являемся частью чего-то значимого, истории нашей страны, военных действий и история, которая происходила буквально в стенах нашего университета. Поэтому, правда, нужно, чтобы ребята не забывали о том, что было и что будет. Вот, насколько я еще знаю, в рамках первого этапа вроде как еще какая-то экскурсия. Должна быть. Можете ли вы об этом рассказать? Либо лучше нам перейти в какую-то опять группу, объединение, и там можно будет подробнее об этом почитать. Я думаю, всю информацию будут выкладывать в ОСС, Объединенный студенческий совет. Там ежедневно выкладывается вся информация. И как раз-таки про экскурсию, про дальнейшие все инструкции по поводу этого мероприятия можно узнать там. Ну, собственно, подписывайтесь, заходите, смотрите, читайте. А участникам, кто уже заполнил заявку, кто уже собрал команду и готов участвовать, мы можем пожелать удачи. Также хочу пожелать удачи нашим сегодняшним гостям в дальнейших каких-то мероприятиях, событиях. Обязательно слушайте нас на сайте boomdefisradio.ru, следите за новостями. Ну, а напоминаем, что сегодня мы говорили о первом этапе проекта на страницах памяти, о викторине и о квесте, которые пройдут в нашем университете уже совсем скоро. Кстати, девочки, вот потрясающие, конечно, мои ведущие, совсем забыли, когда будет проходить викторинный квест. Получается, мероприятие, первый этап будет проходить 22 сентября, поэтому всех ждем. Обязательно 22 сентября посетите это мероприятие, обязательно. Даже если вы не участвуете, просто посмотрите, послушайте, может быть, узнаете что-то новое, либо, не знаю, какие-то свои знания, так сказать, поднимите на поверхность и проникнитесь атмосферой. Ну, нашим гостям мы говорим спасибо. У нас сегодня в эфире в гостях были Мария Судачакова, председатель Совета студенческих организаторов БДУ, и Софья Круковец, президент Клуба интеллектуальных игр. Вели эфир для вас мы, Мария Полежаева, Дарья Шеймухаметова. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok